Российскую авиакомпанию охватила рекордная череда аварий после западных санкций. В начале 23-го года в российской авиаотрасли продолжилась череда происшествий. За неделю с небольшим произошло как минимум 7 инцидентов с участием самолетов. С 1-го, 5-го января борт авиакомпании «ЮТЕР» вынужденно приземлился из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнил рейс из Тюмени в Новый Рингой. На следующий день произошло еще два авиапроисшествия. Сначала самолет «Азур-Эйр», летевший из Новосибирска в Таиланд, вынужденно вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в час ночи, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человека. Позже, в этот же день, пассажирский самолет компании «Ред Винкс», летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находилось 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Череда происшествий продолжилась и 8-го января. Когда в аэропорту Перми, самолет авиакомпания «Победы» вынесла со взлетной посадочной полосы, во время начала разбега для выполнения рейса в Москву судно понесло влево с взлетно-посадочной полосы прямо в снег. Экипаж принял решение прервать взлет, борт частично выкатился за пределы полосы, пассажиры не пострадали, судно также не получило повреждений. А 9 января четырехлетнему Airbus A320neo в компании S7 Airlines не удалось долететь до Братска в Москву. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы. В 22-м году в РФ произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации, подсчитало издание «Новоизвестия». За год крушения потерпели 28 судов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо!